Паль Городенский Паль Городенский Жизнь постороннего человека Большие или малые не столь важно Мир полнится теми, кто непрочно ступит на горло себе подобному Их очень легко заметить Они учат своей неповторимой мудрости Высказывают лично и, конечно же, единственное правильное мнение Регулярно напоминает всем, кто им никак не интересен о себе Разница только в масштабах Одни ограничиваются малым количеством жертв А другие все время пытаются привлечь к себе внимание каждого прохожего К сожалению, таких людей подавляющее большинство И весь мир строится исключительно ими Только поэтому нынешняя главная смысл из человечества Заключается в бесконечном возвышении себя любимого С регулярным самоутверждением за счет унижения других Если смотреть правде в глаза и не заниматься самообманом Можно разочароваться в людях достаточно быстро Нет, рассмотреть что-то хорошее в нас, безусловно, пока еще можно Однако искать подобное в человеке приходилось все труднее уже давно В первую очередь всегда распознавалась основа общества Алчность, лицемерие, предательство, ложь И все это прикрывается толстым слоем массовой глупости Которую многие не замечают даже на протяжении всей своей жизни К счастью, не все, однако тех, кто подобное понимает Можно с легкостью потерять в бездомной толпе Но осознание истинного мира однозначно может стать поводом для гордости Поскольку признавший свою глупость уже не является глупцом В такие моменты люди рождаются заново Они начинают видеть настоящую, незалитую цветными красками правду Суровую и печальную Не ту сладкую ложь, которой всегда пичкали стадо ради собственной выгоды Настоящая правда имеет горький привкус И она заключается в том, что современный мир всегда держался только на самых мерзких качествах человека Просто они всегда были скрыты и имели свои определенные границы Предательство, клевета, обман Все происходило в тени, за спиной и переходило красную черту лишь иногда Может показаться, что это заслуга развития цивилизации Что веками уходила от своих древних первобытных норм Но нет, человечество их не забыло Время от времени люди всегда совершали ужасные поступки Просто подобное случалось не повсеместно То есть от глобального безумия стадо постоянно что-то сдерживало Закон или, может быть, мораль В любом случае бездумное большинство все это время было под присмотром Тем самым ограничивалось в основном дозволенными способами утешить свое самолюбие Вот и получается, что современное общество на самом деле на привязи И ошейником, которому цепляется данная цепь, всегда была ложная надежда Без нее стаду нет смысла оставаться безумно разумными Оно не будет верить в нереальное светлое будущее Не станет бесконечно искать свое личное счастье И не перестанет ждать напрасно всю свою жизнь душевного покоя Но как только привязь отстегнуть Дать большинству четкое понимание, что правила можно нарушить Оно быстро вспомнит свои древние первобытные нормы Осознает истинную сущность, без труда переступит границы дозволенного Можете не сомневаться Мы это увидим скоро, ибо цепь сегодня оборвалась окончательно А тот самый ошейник, принуждавший людей пребывать в вековом анабиозе Просто-напросто исчез У бездумного стада больше нет никаких надежд Через семь дней наш биологический вид ждет полное забвение Мы все станем свидетелями ярчайшего заката цивилизации Ощутим в полной мере кульминацию нашей с вами истории Но до этого момента людей ждет еще одно испытание Последний и очень важный экзамен Проверка на облик человека разумного И что-то мне подсказывает Благодаря основам современного общества Благодаря бездумному большинству, рыхлому фундаменту Что столетиями ими возводился Мы ее не пройдем Аня сидела, скрестив ноги И перечитывала свежую запись в блоге своего любимого писателя Он сделал ее почти сразу после срочной пресс-конференции Международного космического агентства На которой ученые объявили о скорой гибели этого мира Комета Анубис, что должна была пройти мимо планеты И вернуться в Солнечную систему через много лет Изменила свою траекторию Ровно через неделю, в полдень по местному времени Все человечество исчезнет Космическое тело, размеры которого в разы превышают Североамериканский континент Столкнется с Землей Ученые дали прогноз всего один Это будет величайшая космическая катастрофа В Солнечной системе за многие тысячелетия Первая и последняя для современной цивилизации На самом деле, данное заявление подтвердило лишь многочисленные слухи Что расплодились в интернете сразу же, как в ночном небе зажглась новая звезда Это случилось около года назад Именно тогда стали появляться сообщения об открытии новой кометы Ее сразу же назвали Анубис Именем древнеегипетского бога смерти и погребения с вытянутой головой шакала Сопровождающего людей в загробный мир Все из-за формы космического тела Оно напоминало морду этого зверя И вдобавок, как выяснилось, имя кометы полностью соответствовало своему обозначению Анубис несется к земле, чтобы отправить людей в загробный мир Всех и каждого раз и навсегда Аня прекрасно понимала, что имел в виду ее любимый писатель Девушка и без этого осознавала истинную суть общества В котором никогда не приживался разум А уж тем более не появится и сейчас Она уже давно избегала людей Всегда была где-то в стороне Даже среди огромной толпы казалась одинокой Вечным призраком в низкочаемом потоке человеческих масс Чужой среди своих И если ее замечали, то обязательно крутили пальцем у виска Считали чудной, психически нездоровой не от мира сего И причина тому проста Аня была не такой, как все Она считала книги, слушала совсем непопулярную музыку, носила простую, удобную одежду Девушка часто посещала митинги против загрязнения окружающей среды, боролась за права человека, критиковала правительство Все это ставило на ней клеймо изгоя Постоянные ссоры в семье, конфликты со своими ровесниками и представителями правопорядка уже стали обычным делом Подросток не мог найти свое место в современном обществе Он всегда был один Как и сейчас, Аня по обыкновению сидела на крыше своего многоэтажного дома в полном одиночестве Сюда она стала приходить уже давно Каждый вечер девушка сбегала из дому и до поздней ночи наслаждалась темнотой Листала новости в интернете, слушала в наушниках музыку, читала любимые книги А с появлением новой звезды все это время наблюдала за ней, как маленькая красноватая точка где-то возле Луны с каждым днем увеличивалась в размерах Девушка отложила телефон в сторону и посмотрела в ночное небо Сегодня Анубис просматривался хорошо Он превратился в громадное кроваво-красное пятно с длинным полупрозрачным хвостом пыли и многочисленными сверкающими обломками со всех сторон Они плотно окутывали комету, однако в нескольких местах ее острая каменистая поверхность выглядывала из-за дымки Виднелись высокие скалы, полноценные горные долины Если бы не форма, а всякий космический мусор и длинный хвост пыли, то Анубис напоминал бы настоящую планету Но и морду шакала рассмотреть в этой мгле не представлялось возможным Он больше походил на простой камень, обычный блыжник, лежащий на дне океана, окутанный невиданным магическим туманом Однако не переставал быть от этого устрашающим Его цель – уничтожить планету Земля Он ее выполнит, и понимание масштабов грядущей катастрофы заставляло оледенеть кровь каждого из людей Аня словила себя на мысли, что невольно можно поверить в судьбу Поскольку комета примещалась в Солнечную систему из далеких глубин Вселенной, не встретив ни одного препятствия Собиралась пройти мимо, но в какой-то момент изменила траекторию «Что это?» – подумала девушка «Случайность? Божья кара? Или, может быть, законы природы сыграли с нами злую шутку?» Возможно, она и хотела бы ответить на эти вопросы, только в них уже терялись смыслы Поскольку обратный отсчет начался, и люди скоро заплатят за свою глупость высокую цену Справедливую или нет, разницы подросток не видел Однако чувство сожаления о том, что все могло быть иначе, царапали ее изнутри Все шансы стать обществом созидания теперь потеряны окончательно Мечтам больше не суждено сбыться Человечество останется в истории Вселенной как цивилизация паразитов Бездумной толпой потребителей, уничтожающих в свой доме себе подобных Мерзкая ошибка природы, возомнившая себя творениями богов Так и не научившаяся за свое долгое, жалкое существование всем своим призрачным добродетелям Аня тяжело вздохнула, что-то нажала на экране телефона И долго смотрела на кроваво-красное пятно в ночном небе, слушая в наушниках печальную музыку Она прощалась с этим миром, пусть беспросветно глупым, порой даже мерзким, тошнотворно-серым Но до боли родным и любимым Девушка вернулась домой за полночь Тихонько открыла двери своим ключом, чтобы не разбудить родных Но никто не спал Все сидели на кухне и встретили подростка взглядами Мама вытирала слезы Отец пустыми глазами смотрел на нее А старший брат со своей супругой сжимали в руках пустые кружки с пакетиками чая Аня поняла сразу Каждый из них боролся со своими тяжелыми мыслями Четким осознанием грядущего, принятием неизбежного Девушка ухмыльнулась, прошла на кухню и включила пожелтевший от старости электрочайник Все провели ее взглядом «Ты где была?» – недовольно проговорил отец «Опять на крыше сидела» Аня даже не обернулась Она продолжила, ухмыляясь, стоя спиной к родным Взяла небольшую кружку, насыпала в нее щепотку зеленого чая «Я спросил ты, где была?» – опять заговорил со злостью отец Мать снова заплакала Брат с женой смотрели на подростка, прищурив глаза «А есть разница?» – через паузу проговорила Аня, глядя, как начинает закипать чайник «Слушай, ты!» – заскрипел зубами отец «Нет, это ты, послушай, папаша» – перебила его девушка и обернулась «Твое воспитание уже давно не работает Все твои старания научить жизни просто вызывают смех Сначала научился бы не пить, каждый день не валяться под заборами своего завода» «Закрой рот!» – возмутилась мать и уже была готова что-то продолжить, как ее перебила Аня «Это ты мне затыкаешь рот?» «Очень интересно!» «А с каких это пор тебе вдруг стало все равно на пьющего мужа?» «Ты забыла, как плачешь в истерике по ночам, ожидая этого алкаша домой?» «И каждый раз получаешь по морде от него, когда пытаешься вразуметь» «Вы серьезно?» – усмехнулся старший брат-подростка, обратив внимание на бурлящую воду в электрочайнике «Вам сейчас важно именно это?» «Мы все сдохнем через неделю, а вы сыретесь по какой-то херне» «О, Сереженька, братец мой ненаглядный!» – снова заговорила Аня «Из такой херни и строится общество» «Рождаются главные смыслы этой гребаной жизни» «Вы все даже понятия не имеете, что такое любовь, дружба, уважение» «И я по большому счету тоже, а знаете почему?» «И если эти качества когда-то и были среди людишек, то уже давно окончательно такими, как вы, просраны» «Вы все время пытаетесь воспитывать меня, а сами погрязли в своей мерзкой бытовухе» «Вам плевать, что творится в мире, вам абсолютно насрать, что происходит в стране» «В вашем дворе, в подъезде, в конце концов» «Главное только, чтобы ваша хата была с краю и задница в тепле» «Вы готовы обвинить кого угодно в своих грехах, но только не самих себя» «Но ты и прав, братик, через неделю все это закончится» «Только одни умрут с огромным сожалению, что не успели все это изменить» «А другие подохнут» «В своем маленьком загаженном мерке с пьяницами-отцами и блудливыми женушками» «Правда, Леночка?» «Аня развела руками, посмотрев на супругу брата» «Все тоже перевели взгляды на нее» «Сергей нахмурился, словно не понимая намеков сестры» «Елена немного посидела, а потом медленно встала и направилась на выход из кухни» «Как вдруг остановилась, бросила взгляд на каждого» «Знаете что?» – проговорила она «Да пошли вы все, нахуй» Чайник окончательно закипел, разнося по всей квартире противный свист, заглушив последние слова Елены «Его не выключили, даже когда женщина набрасывала куртку, со слезами надевала свои длинные сапоги, а Сергей пытался все это время ее остановить» «Не обращая внимания на продолжение скандала своей младшей сестры с родителями» «В квартире стояла полная неразбериха» «Все кричали, обвиняли друг друга во всем, что только можно» «Лишь чайник продолжал свистеть» «Автоматика в технике уже давно не работала от старости» «И как только он закипал, всегда нужно было вмешательство человека» «Его со злостью выключила Аня, когда жена брата вышла из квартиры, что есть силы, хлопнув дверью» «Все тут же замолчали» «Сергей немного походил в раздумьях, из угла в угол, а потом босиком выбежал за женой» «Аня тоже удалилась к себе, даже не став заливать свой зеленый чай кипятком» «На кухне остались только родители» «Но и они просидели молча всего несколько минут» «Девушка слышала, как хлопнула дверь холодильника, где обычно отец хранил выпивку» «И мама сразу ушла в комнату», откуда долго доносился ее тихий плач «Так закончился седьмой день до столкновения Анубиса с землей» «Аня проснулась рано утром, по обыкновению взяла свой телефон и принялась листать новости в интернете» «Там был кошмар» «Сотни сообщений о беспорядках во всех странах мира, самоубийства, религиозные проповеди, теракты, прощальное видео в социальных сетях» «Проверила страницу своего любимого писателя» «Тот не появлялся там со вчерашнего дня» «Она не стала долго засиживаться в интернете, бросила телефон возле подушки» «Все новости, которые могли в обычные времена свести с ума любого впечатлительного человека, ее даже не удивили» «Аня хоть и надеялась, что люди хотя бы в свои последние дни задумаются о своем облике, однако ожидания худшего предостерегли ее от разочарований» «Но заплакать почему-то хотелось» «Девушка еще немного повалялась в кровати, а после вышла в пижаме из комнаты, едва сдерживая слезы, окончательно осознавая печальную реальность нового последнего дня» «А когда ударилась ногой о дверной косяк, задела плечом открытую дверь в ванную комнату и наткнулась на спящего отца прямо на полу в прихожей, все же заплакала» «Прошла на кухню, включила чайник» «Она так и простояла со слезами на глазах, пока тот не закипел» «А потом залила кипяток в свою вчерашнюю кружку, надела любимые джинсы с курткой и ушла из дому» «Так и не сделав ни одного глотка зеленого чая» «Аня решила пройтись по району, как-то успокоиться, отвлечься от тяжелых мыслей, но ничего не помогало» «Все лишь только усугублялось» «На улицах царила пока еще тихая паника» «Спальный район казался безжизненным» «Лишь одинокий бездомный копался в мусорном баке, как ни в чем не бывало» «Он даже не посмотрел в сторону подростка, был занят своим привычным делом» «Девушка вышла к торговому центру, где иногда любила выпить кофе» «Остановилась и долго со слезами наблюдала, как люди громят там магазины» «Она не пришла в себя, даже когда прозвучали выстрелы, кто-то в толпе рухнул на землю, а безжизненное тело охранника переезжали микроавтобусом» «Случайно или нет, разницы никакой» «Началось» «Девушка просто смотрела, как люди окончательно сходят с ума» «В центре города было еще хуже» «Дымили здания, толпы разносили полицейские участки, где-то уже в петлях висели люди» «Кажется, она видела трупы в переулке и несколько беспорядочно валяющихся маленьких тел на территории детского сада» «Аня шла посреди всего этого безумия, иногда перешагивая мертвецов, наступая в кровавые лужи, но цела и невредима, словно толпа ее по обыкновению не замечала» «Все куда-то бежали, несли сломя голову, что-то горело, взрывалось, где-то звучала стрельба» «Вдруг тело незнакомого мужчины упало совсем рядом и забрызгало подростка кровью с ног до головы» «Девушка остановилась, в ужасе осознавая, что он выбросился из окна, откуда выглядывала какая-то женщина» «Наконец вернулось ощущение реальности, она побежала прочь, закрыв голову руками» «Подальше отсюда, от этого кошмара, чтобы не видеть и не слышать его никогда» «Аня даже не заметила, когда бралась домой, закрыла дверь на замок и села на пол, не обращая никакого внимания на пьяного спящего отца неподалеку» «Пришла в себя от крика матери» «Та вышла из спальни и, увидев свою окровавленную дочь, визжала не переставая» «Вскочил отец и тут же, шатаясь, подбежал к подростку» «Он что-то ей говорил, засыпал вопросами, осматривая ее на предмет повреждений, непрерывно воняя перегаром изо рта» «Аня смотрела на него, а потом вдруг забилась в истерике» «У нее не получилось объяснить родителям, какой ужас происходит на улице» «Отец с мамой обнимали девочку, пытаясь успокоить, но та еще больше кричала в панике, когда узнала, что Сергей с Еленой до сих пор не вернулись» «Немного успокоилась после, сделав глоток своего уже холодного зеленого чая, кружку с которым кто-то из родителей вложил ей в руки» «А потом она просто лежала на кровати и смотрела в потолок, не обращая никакого внимания на громкую музыку с криками у соседей, ровно до тех пор, пока ее сознание не провалилось в темноту» Пятый день для Ани начался ближе к обеду Девушка проснулась с головной болью, либо от ночных кошмаров, или все еще от продолжающегося веселья за стеной Попыталась посмотреть новости на телефоне, но смогла лишь пролистать вчерашнее непрочитанное сообщение Интернет больше не работал Однако даже по старым новостям можно было понять, к чему стремительно скатывался мир Во что превращались люди, каков истинный облик обрел человек разумный А потом, сидя на кухне с кружкой горячего чая, слушая рассказы матери, Аня узнала, что брат с женой так и не пришли Отец искал их, но вернулся один, поздней ночью, привычно пьяный, избитый с помадой на шее Сейчас его дома не было, он продолжал свое веселье вместе с соседом там, где до сих пор слышался виск и громкая музыка Обе тихонько заблакали Успокоились сразу, как услышали громкий взрыв за окном Задребезжали стекла, задрожали стены из кухонных шкафчиков, посыпалась какая-то посуда Музыка за стеной замолкла Аня подбежала к окну и сразу увидела черные столбы дыма, что поднимались в небо со стороны городской ТЭЦ Посмотрела на пустой экран старенькой микроволновой печи, где всегда показывалось время Поняла сразу Электричества нет Девушка сообразила, что нужно запастись водой, пока она в кране еще была Набирали все емкости, которые нашли в квартире Ведра, кастрюли, сковородки, тазы, даже в ванную удалось наполнить до краев Все время напор уменьшался, а потом и вовсе подача воды прекратилась Но не остановилось веселье за стеной Музыка снова начала греметь почти сразу после отключения электричества, а крики не замолкали ни на секунду До самого вечера Аня слушала все это лежа на кровати в своей комнате, снова глядя в потолок Ничего не хотелось Даже узнать, как там мама, которая тоже лежала у себя на кровати и смотрела мокрыми глазами в стену Единственным желанием, что ураганом множилось внутри подростка, это в ярости разнести соседскую квартиру Разогнать пьяную компанию, выключить наконец эту идиотскую музыку А потом пинками гнать отца домой Так и случилось Аня просто не выдержала Девушка вскочила с кровати, схватила старый отцовский молоток из шкафчика с инструментами и вышла из квартиры Полной уверенности подросток шагал к соседу напротив Не обращая никакого внимания на заплаканную мать, что выглядывала из спальни Музыка становилась громче Визжали какие-то женщины, слышался мужской смех Аня от злости заскрипела зубами Крепко сжала деревянную рукоятку молотка, в ярости открыла дверь От одного лишь вида мерзкой вечеринки гнев ее только возрастал Куча обуви у дверей, повсюду пустые бутылки от разнообразного алкоголя Спящие, где попало люди, дым от сигарет под потолком Это напоминало свинарник Кто-то валялся прямо на полу Где-то танцевали пьяные полуголые тетки Взрослые мужики пили на кухне А в гостиной, не переставая, гремела музыка Никто на Аню даже не обратил внимания Лишь пьяный сосед, справляющий малую нужду прямо неподалеку от своего компьютера Бросил на нее взгляд Девушка не собиралась медлить Хватило всего нескольких ударов молотком по аппаратуре, чтобы музыка наконец замолчала И наступила долгожданная тишина Только бензиновый генератор тарахтел где-то за стеной Все, кто в квартире немного соображал, смотрели на подростка в недоумении Кажется, даже кто-то выглядывал соседние комнаты Тяжело дыша, Аня не сразу поняла, что это был отец А когда осознала, тут же изменилась в лице Домой пошел, быстро Сквозь зубы проговорила она, сжимая, что есть силы в руке молоток Отец вышел из комнаты держась за стену и, шатаясь, побрел на выход Но девушка еще не закончила Она ходила по всем комнатам, переступая спящих и разнообразный мусор, пока не нашла бензиновый генератор Он стоял на балконе, к счастью, был совсем небольшим Подростку не составило труда его поднять и швырнуть через перила Провожая взглядом летящий генератор с восьмого этажа прямо на асфальт А потом, как он разлетается по всей парковке, Аня широко улыбнулась И с чувством выполненного долга ушла домой, продолжая сжимать в руке старый отцовский молоток Так прошел пятый день до столкновения Анубиса с землей А на четвертой Аня решила поискать брата сама Отец снова напился Он опять валялся в бессознательном состоянии на полу в прихожей, а мама просто сидела у окна Никак не реагировала на слова дочери, лишь пустым взглядом смотрела куда-то в городскую даль Где виднелись столбы дыма, купол церкви и до самого горизонта многоэтажные дома Девушка не стала приводить ее в чувства Молча собралась, вытирая слезы и ушла, громко хлопнув дверью Она обиделась на мать За ее безразличие, апатию, сломленное состояние Ведь это была взрослая женщина, которая обязана оберегать своих детей, несмотря ни на что А вместо этого выбрала пустоту, ожидание смерти Нет, девушка не понимала ее Мир скоро погибнет, но последние часы нужно держаться, не позволять порокам взять верх, чтобы уйти из жизни достойно в кругу семьи Если это была простая обида ребенка на маму, то к отцу Аня испытывала настоящую взрослую ненависть Она презирала его Считала слабаком, который всегда бежал от проблем Забывался в пьяном угаре Заливал трудности алкоголем, превращая себя в полное ничтожество задолго до появления кометы в небе Аня шагала по безжизненной улице с головой, погруженная в свои мысли Нет, она не боялась Желание найти брата заглушали Без страх, но она понятия не имела, куда идти Ее даже не пугали пейзажи разрушенного города Но от увиденного тоска разрасталась внутри Пустая дорога, сгоревшие автомобили, ни одной целой витрины в магазинах И повсюду куски стекла, следы пожаров, то там, то здесь мертвые тела Никто хоронить их не собирался Некому больше тушить полыхающее здание вдали Всем плевать Город просто хладнокровно убит Понадобилось всего пара дней, чтобы люди устроили конец света Еще до его наступления Вот что такое безумно разумный человек Именно об этом говорил ее любимый писатель Аня даже и не заметила, как остановилась, долго бросая взгляды по сторонам В этот момент и множилась тоска у нее внутри А слезы скользили по детским щекам Маленькая хрупкая девочка стояла будто в самом центре огромного мира Уничтоженного раньше времени человеком Вдруг послышался звук машины Из-за поворота вылетел желтый блестящий спорткар и тут же направился в сторону Ани Она даже сообразить не успела, как автомобиль уже останавливался рядом Эхом разнося во все стороны города свист тормозов Внутри гремела музыка, тонированные стекла скрывали водителя Через секунду дверь открылась Аня от неожиданности шагнула в сторону, но потом остановилась Из автомобиля вышел ее брат «Ты что тут делаешь, Ань?» – проговорил Сергей и тут же от неожиданности опешил Когда сестра бросилась ему на шею со слезами на глазах Она засыпала его вопросами, злилась и радовалась одновременно Хрепко обнимала, потом дала пощечину, затем снова бросилась на шею А после они долго сидели молча в машине Тихонько играла какая-то музыка, едва слышно работал двигатель Сергей смотрел перед собой, а сестра не отрывала от него глаз Все это время Аня хотела попросить брата вернуться домой И когда она уже собиралась просьбу озвучить, парень ее перебил «Не надо» – будто прочитав мысли сестры, проговорил Сергей «Я не вернусь домой» «Почему?» – прикусила губу Аня, чтобы не заплакать Парень тяжело вздохнул «Все сложно, сестренка» Аня продолжала сдерживать слезы «А ты постарайся объяснить» Тот снова тяжело вздохнул «Не хочу никого видеть, батя-алкаш, блин, мать тоже хороша» «А чем она тебе не угодила?» Сергей ухмыльнулся «А ты как будто не знаешь» «Вечно лезла не свое дело» «Постоянно учила жить» «То это, не то, то мало зарабатываю, то жену хреновую выбрал» «Все по-своему хотелось делать» Парень немного помолчал, а потом продолжил «Ты думаешь, я не знаю про похождения Лены?» «Все знаю, блин» «Просто...» «Короче, мать тоже, в общем, знала» «Понесла в люди» «Теперь все знают, какую хреновую жену Сережа выбрал» Аня молчала Ей нечего было сказать Сергей был прав, и сестра его полностью поддерживала Их мать действительно любила влезать в личные дела посторонних людей Обожала разносить всякие слухи, порождать различные сплетни Постоянно учила всех жить Про отца ей говорить не нужно было Он уже давно стал никем Ни одни родственники с ними не общались Ни близкие, ни даже самые дальние Разругались со всеми Пока молчали, Аня почему-то вспомнила Как отец обещал когда-то давно Еще до пристрастия к алкоголю Сводить их обоих в настоящий поход На несколько дней С ночевкой, палатками, гитарой у костра Но все это таки осталось На словах в далеком детстве Брата и сестры А старое туристическое снаряжение отца Просто валялась в кафу Так а ты Ленку нашел? Спросила Аня Хрен я там что нашел? Ответил Сергей не сразу Сжимая от злости руль У тещи нет, у подруг нет Никого вообще нигде нет Фиг знает, куда все подевались Может сдохли? Проговорила девушка Глядя с улыбкой на брата Тот с удивлением посмотрел на нее И тоже улыбнулся Как тебе тачка? Вдруг неожиданно сказал он Поглаживая руками руль Нормальная такая, да? Аня еще шире улыбнулась И закивала головой Оценивая взглядом салон спорткара Слушай, вообще огонь! Потрогала панель Заглянула в бардачок Пощупала кожа на сиденье Где надыбал, братан? Да, кореш армейский У бизнесмена какого-то отобрал Вчера, прикинь Прямо в коттедж К нему с пацанами нагрянули Со стволами И все Брат с сестрой рассмеялись Слушай, малая Прокатимся, а? Аня скривилась Едва сдерживая радость И спустя секунду кивнула Мол, погнали Сергей обрадовался И желтый блестящий спорткар С пробуксовкой Помчался вперед По пустым дорогам Разбитым улицам Они ехали на дорогой машине Наслаждаясь скоростью В компании друг друга Им было плевать На разрушенный город На обезумевших людей Что время от времени Встречались на дороге И даже на скорую гибель Этого никчемного мира Внутри гремела На всю музыку Звучал смех А по городу эхом Разлетался звук двигателя Свист тормозов На поворотах Кто знает Возможно В эти мгновения Они снова Почувствовали себя Настоящим Братом и сестрой А все остальное Пусть катится К черту Летит под откос Горит Синим Пламенем До самого вечера Они катались По городу А потом Решили съездить На городское Кладбище Навестить Бабушку С дедом Они любили их Даже больше Чем своих родителей И на это Было множество Причин Главное из которых Счастливое детство Ни Сергей Ни Аня Не знали Что такое Детские сады И прочее Государственное заведение Куда словно Поросят Загоняют В стойло Маленьких детишек Пока их родители Приумножают Состояние Своих работодателей Брата и сестру Воспитывали Бабушка с дедом Бывшая Учительница И простой Конюх Возможно Именно поэтому Они были Совсем Не похожи На своих родителей Другие характеры Понимание мира Осознание Прошлого Настоящего Будущего Многие Говорили маме С папой Что без детского сада Ребенок не может Развиваться Как все Но в этом И заключалась Главная тайна Сергей и Аня Были не такие Как все Они сидели На лавочке У могил Бабушки С дедом Наслаждаясь Вечером Вспоминая Всякие Приятные Моменты Из детства Несмотря На большую Разницу В возрасте Брата С сестрой Многое Объединяло Дедушка Одинаково Учил их Рыбачить Вести Хозяйство И ездить На лошадях А бабушка Заставляла Читать Книги Так и Выросли Они Людьми С четким Пониманием Жизни Полным Осознанием Несправедливости А дальше Лишь ярко Красное Красное Выдавало Его Месторасположение Тебя Хочешь Поехали Со мной Проговорил Сергей Посмотрел На сестру Та пожала Плечами А потом С улыбкой Громко Ударила Ладонью По кожаному Подлокотнику А знаешь Что Поехали Я тоже Не хочу Домой Когда Они Подъезжали К нужному Месту Аня От удивления Обомлела Это Был Трехэтажный Коттеж Во дворе Которого Гремела Громная Вечеринка Хотя Нет Настоящий Массовый Фестиваль Под Открытым Небом Куча Народу Громкая Музыка Разноцветные Фонари По всему Забору Создавалось Такое Впечатление Что Здесь Находился Абсолютно Весь город Стреляли Непрерывно Фейерверки Везде Танцевали Люди Веселились Даже Грузовик С алкоголем Стоял Неподалеку Дождь По-прежнему Моросил Никому Он не мешал А наоборот Все были Рады Намокнуть Прыгали По лужам Обливались Водой Падали Прямо В грязь Нормальный У тебя Армейский Друг Протянула С улыбкой Аня Ну да Весельчак Всегда Был таким Сказал Сергей И заглушив Мотор Тут же С улыбкой Добавил Потусим Малая Пока Они шли К дому Брат Усиленно Готовил Подростковый Психику Сестры К пейзажам Сумасшедшей Вечеринки Давал Всякие Наставления Предосерегал От разнообразных Необдуманных Поступков Веселья Весельчак Весельчак Было пробовать Абсолютно Все Чтобы провести Один из Последних Дней В своей Жизни С ощущением Праздника Она Собиралась Всего лишь Немного Выпить И побыть Рядом Со Своим Старшим Братом Как Свояться Было Нечего А Все Что Происходило Потом Словно Окутал Туман Забвения Третий День До Гибели Мира Начался Для Ани С Ужасной Головной Боли Она Проснулась Одна В спорткаре Не имея Ни малейшего Понятия Что Произошло Ночью Сильно Хотелось Петь Протерев Запотевшее Стекло Девушка Посмотрела На улицу Машина Все еще Стояла Возле Того Самого Трехэтажного Дома Затянутое Небо Лужи На Асфальте Дождь Прекратился Сумасшедшая Вечеринка Там Все еще Продолжалась Правда Движения Во дворе Было Поменьше А музыка Играла Намного Тише Аня Осмотрела Салон Автомобиля На предмет Бутылки С какой-нибудь Жидкостью Пригодной Для питья Но Ничего Не Обнаружив Вышла На улицу Решила Поискать Сергея Пока Шла В бывший Эпицентр Ночных Гуляний Вскривившись От головной Боли Встречала Повсюду Результат Вакханалий Кто-то Спал В машине Где-то Лежали люди Прямо У забора Повсюду Шатались Пьяные Немногочисленные Компании Однако Были во дворе И те Кто не собирался Останавливаться Одни Продолжали Плясать Издавая Всяческие Звуки Веселья Другие Все еще Совокуплялись По углам Аня Только Удивлялась Откуда У них Столько Сил Бодрое Состояние Интенсивное Движение Во время Танца Бутылочка Воды У каждого В руке Сергея Нигде Не было Видно Аня Схватила На первом Попавшемся Столе Какую-то Пластиковую Бутылку И не глядя Начала Жадно Петь Странный Привкус Четкое Осознание Что это Какой-то Алкоголь Чуть Не стошнило Следующая Попытка Оказалась Удачной Девушка Вдоволь Напилась Холодного Томатного Сока Из Холодильника Что стоял Прямо На террасе И продолжая Держать Его в руке Решила Поискать Сергея В доме Нашла Его Быстро На первом Этаже Где в Бессознательном Состоянии Валялось Множество Людей По углам И диванам Издавая Всякие Звуки За длинным Столом Прямо По центру Гостиной Сидела Шумная Компания Они Играли В шашки Громко Ругаясь И подшучивая Друг на Другом Сергей Был Среди Них Когда Увидел Сестру Обрадовался Проснулся Алкоголик Малолетний С улыбкой Проговорил Он Продолжая Наблюдать За игровым Процессом Два Каких-то Незнакомых Парня Один С залысиной А второй С длинными Волосами Соперничали Остальные Играли Роль Болельщиков Они Ничего Сергею Не ответила Лишь Кивнула Головой Отпив Еще Немного Томатного Сока Она Облокотилась На его Плечо И тоже Увлеклась Игрой Бросая Взгляды На всех Присутствующих Каждый На веселее Глаза Секлянные Настроение Лучше Некуда Только Один Какой-то Седоватый Мужчина Стоял Неподалеку С угрюмым Видом Наблюдал За происходящим Держась За свою Перемотанную Бинтами Кисть Что Вчера Было Аня Тихонько Спросила Своего Брата В тот Момент Когда Вся Компания Загомонила Ну Ну как Что Накидалась Ты Я Тебя В машину Отнес От греха Подальше Не боись Малая Все нормально Ничего Такого Не было Я Присматривал За тобой Девушка Улыбнулась Глядя В стеклянные Глаза Сергея Стараясь Не подавать Виду Что Обрадовалась Новостям Как вдруг Компания Зашумела Еще Сильнее Парень Залысиной Победил Соперника А дальше Началось Какое-то Безумие На стол Все с радостными Лицами Визжали Хором Заставляли Побежденного Выполнить Условия Проигрыша Да ладно Тебе Недолго Терпеть Придется Три дня Всего Давай Не ссы Кричал Парень Залысиной Длинноволосы Даже не стал Отнекиваться Он с улыбкой Схватил нож Положил Свою ладонь На разделочную Доску И тут же Отрезал Себе Мизинец Аня От увиденного Шагнула Назад Завопила Толпа Закричал От боли Побежденный Какие-то Женщины Улыбаясь Обнимали Его Отдаривая Поцелуями Со всех Сторон А потом Они же Перемотали Кисть Парня Бинтами Только Сейчас Аня Поняла Почему У седоватого Мужчины Стоящего Неподалеку Была Тоже Перебинтована Рука Сестра Смотрела На брата В недоумении Тот Вопил От радости Вместе С толпой Не замечая Подростка Будто Все Происходящее Это Нормально Ей Стало Дурно Ком Подступил Горлу И девушка Мигом Рванула На улицу Прикрывая Ладонью Рот Долго Металась В поисках Места Без людей И лишь На заднем Дворе Наконец Ее Вырвало А потом Стошнило Еще Когда взгляд Ани Приковали Мусорные Баки Наполненные До краев Всяким Хламом Среди Которого Валялись Мертвые Тела Людей Мужчина Женщина Какой-то Ребенок Закружилась Голова Сердце Забилось Сильнее Мурашки Пробежали По всему Телу Что-то Грохнулось За спиной Аня Дернулась От неожиданности Словно Забыла Что такое Дышать И осторожно Обернулась Позади Нее Стоял Сергей Он Что-то Проговорил Себе Под нос А потом Тяжело Вздохнул Блин Какого Хера Аня Ты не Должна Была Сюда Заходить Девушка Проглотила Ком Страха И Дрожащим Голосом Начала Говорить Сережа Что Происходит Кто Эти Люди Это Глядя Себя Тех Аз Ани Наверня Ты не Устала Себе Себя Себя Тяжелой Мысли Словно Грызли Ее Изнутри Она Поверить Не могла Что Сергей Способен пойти на убийство ради веселья, забавы. Нет никаких причин, чтобы человек убивал себе подобных. Люди не имеют морального права лишать жизни других. Большой мир дал трещину, развалился. Но от того, что вместе с ним рассыпался, словно замок из песка, ее маленький спокойный мирок, в котором всегда было место для старшего брата, становилось еще больнее. Вдруг послышались быстрые шаги за спиной, что-то ударило по затылку, и Аня провалилась в темноту. Она очнулась в какой-то квартире, связанная по рукам и ногам с невыносимой головной болью, едва осознавая реальность. В глазах плыло пространство, сильно хотелось пить. Попыталась освободиться, но сразу успокоилась, затаив дыхание, когда услышала мужской голос неподалеку. Не старайся, это крепкая изолента, ее нелегко порвать. Аня осторожно подняла голову и увидела стоящего окна какого-то человека в ярко-красной куртке. Долго ты спала? Продолжал незнакомец. Заколебался ждать, думал уже заново идти. Мужчина посмотрел на девушку, продолжая улыбаться. Только от одного взгляда можно было сойти с ума. Аня сразу поняла, что попала в руки к психопату. А когда тот подошел ближе и, наклонившись, поцеловал ее сердце, будто перестало стучать в груди. Девушка попыталась снова освободиться. Слезы ручьем пробежали по щекам, губы задрожали. Началась паника. Позвала на помощь, что есть силы, но сразу замолчала, как получила пощечину по лицу. Не надо орать. Незнакомец встал на колени, взял ее за голову обеими руками и наклонился к уху. Зачем кричать? Тихо проговорил он. Насладись моментом, послезавтра нам всем хана. Стало страшнее. Вдруг в комнату вошел еще один мужчина, застегивая молнию брюк. На голове вязаная шапка, серая грязная куртка, чумазое лицо с длинной бородой. Проснулась наконец, громко заговорил он. Целые сутки дрыхла. Выспалась, сука малая. Аня молчала. Невозможно было выдавить из себя даже слово. Когда тот шагнул в ее сторону, она опять закричала. Забилась в истерике, пытаясь разорвать изоленту на руках. На этот раз получила ногой в живот от бородатого и долго хватала воздух, извиваясь на полу. Говорил же, не надо орать, продолжал человек в красной куртке. Знаешь, почему мы тебе не заклеили рот, сука малая? Наклонился к ней бородатый так близко, что девушка почувствовала вонь из его рта. Потому что никто не придет, ментов нет, никого нет. А ваши упоротые торчки на хате даже палец о палец не ударят. Ты даже не представляешь, как хорошо, что вы устроили этот сабантуй. Не ты первая из вашей компашки, у нас и не ты последняя. Мы спокойно дергаем все это время из вашей толпы кого хотим. Никто вас не ищет и не собирается. Всем похер. Слушайте, вдруг заговорила Аня. Там на хате есть все, что пожелаете. Берите, что хотите, делайте, что угодно. Зачем вам я? Оба ухмыльнулись. Бородатый подошел к окну, а незнакомец в красной куртке остался стоять на коленях рядом. Ну как тебе сказать? Протянул он. Так неинтересно. Лучше не сопротивляйся, а то он тебя... Да что тут говорить, надо показывать. Перебил его бородатый, подскочил к девушке и, схватив ее за волосы, потащил прочь из комнаты. Та кричала от боли, цеплялась связанными ногами за мебель, пороги, но когда незнакомец отпустил ее, от увиденного замолчала. Она оказалась в ванной комнате, где лежало множество голых, окровавленных тел молодых женщин. Кажется, у некоторых были отрезаны конечности. Вот что с тобой будет, сука, если не заткнешься. А в это тот снова взял ее за волосы и опять куда-то потащил. А в это ты превратишься, если будешь паенькой, швырнул подростка в соседнюю комнату так, что вырвал добротный клок волос из ее головы. Аня увидела там молодую худощавую девушку среди скомканных грязных одеял, привязанную ремнями к широкой кровати и сбитую еле живую. В ее глазах была пустота. Она смотрела на подростка с полным безразличием, словно в ожидании смерти, что была уже совсем рядом. Так, ладно, заговорил бородатый, глядя на незнакомца в красной куртке. Давай эту в окно нахер, а малуй на ее место. Девят этаж ведь? Тот сначала возмутился, а потом с улыбкой принялся открывать окно. Аня тяжело задышала от страха. Змеем начала извиваться на полу, чтобы освободиться, и сразу же получила ногой в живот от психопата в красной куртке. Потемнело в глазах. Начало хватать воздух. Ее взгляд почему-то упал на большие настенные часы над кроватью. Они показывали ровно 12 часов. Вдруг сообразилась, что изолента на ногах оборвалась. Девчонка словила себя на мысли, что лучше уже это время пусть остановится для нее прямо сейчас. Все закончится сегодня ровно в полдень. За два дня до гибели мира. Чтобы не стать жертвой этих психопатов, выбор она сделала сама. Она вскочила на ноги, и что ей силы побежала к открытому окну, надеясь, что успеет проскользнуть мимо человека в красной куртке, чтобы выпрыгнуть наружу. Вдруг с крохотом позади нее распахнулась входная дверь в квартиру. Со свистом разлетелся врезной замок во все стороны. Звенящая тишина пронзила пространство, а девушка, случайно задев ногой стул, с визгом упала у батареи. В квартиру с криками вбежало несколько вооруженных человек. Они сразу же повалили психопатов на пол и стали их избивать ногами. Все случилось настолько быстро и громко, что подросток не успело даже сообразить спрятаться от еще одних незнакомцев только уже с оружием. Через секунду в комнату забежал какой-то мужчина в бронежилете, и, посмотрев на избитую девушку, привязанную к постели, бросился к ней, крепко обнимая, глядя в ее пустые глаза. Аня с облегчением выдохнула. А дальше вооруженные люди освободили их, вывели из комнаты, накинув на обеих теплые одеяла. В обнимку они медленно спускались по ступенькам, слушая эхом разлетающиеся по всему подъезду вопли психопатов. С ними остался мужчина в бронежилете. Все остальные шли рядом с девушками, и никто не мог себе даже представить, что сейчас происходило в квартире. Крики звучали так долго, настолько невыносимо громко, будто весь мир слышал их, затаив дыхание. Девчонок усадили в один из припаркованных джипов, а затем автомобильная колонна двинула прочь от этого проклятого места, так и не дождавшись мужчину в бронежилете. До самого вечера Аня просидела в каком-то огромном загородном доме в небольшой компании вооруженных парней, стариков и женщин с детьми. Успела со всеми поболтать, разузнать о них все подробности, с каждым познакомилась. Это были простые семьи жителей города, которые дружили друг с другом много лет, решившие провести последние дни человечества вместе, без алкоголя, дурмана, за кружкой обычного горячего чая, с приятными беседами у камина. Их планы нарушила младшая дочь, того, кто всех здесь собрал еще в самом начале. Тот самый мужчина в бронежилете, что остался один в городе наедине с психопатами. Он вернулся спустя несколько часов, а потом все время сидел рядом со своими дочерьми. Его отец, приятный, улыбчивый старик, рассказал Ане все в подробностях. Младшая внучка сбежала несколько дней назад на ту самую вечеринку, чтобы встретиться не то с друзьями, не то с одноклассниками. А дальше рассказывать и не нужно было. Аня без того все прекрасно знала. Правда, отец девушке потом добавил, что нашли их случайно, по крикам, что доносились из окна девятого этажа. День прошел просто ужасно, словно некий дурной сон, как и предыдущая. Но все как-то быстро забылось. Наверное, хорошая компания заглушила все негативные эмоции, да и времени думать о прошедшем уже почти не оставалось. Ане понравилось это место. Наконец она встретила действительно хороших людей, которые даже в такие тяжелые времена продолжали сохранять облик человека. Улыбались, с огромным удовольствием заботились друг о друге, жили каждой минутой. Однако кое-что странное в них Аня все же заметила. Многие обращались друг к другу по странным прозвищам. У каждого мужчины и подростка была военная экипировка, оружие повсюду лежало полно всякого туристического снаряжения. В одной из комнат девушка заметила большое количество консервированной еды, гремели на улице необычные генераторы, размещались солнечные панели. А на столе у камина стояла продолговатая радиостанция, за которой все время кто-то находился. Нет, все это не было похожим на какую-то добычу мародеров, да и сами люди вовсе не напоминали грабителей. Создавалось такое ощущение, что семьи купили снаряжение и продукты самостоятельно, заранее подготовились и, по всей видимости, задолго до появления кометы в небе. Организовано все было на высшем уровне, насколько это возможно для обычного человека. Круглосуточные караулы, приготовление пищи, дежурство по дому. Из всех странных прозвищ, что звучали в разговорах, девушка запомнила только одно. Молох. Это был тот самый мужчина в бронежилете, сидящий рядом со своими дочерьми. Перед сном все, кто находился здесь, собрались у камина в общей комнате и вели приятные беседы. Рассказывали смешные истории, анекдоты, случаи из жизни, стараясь не затрагивать тему грядущих событий. Потом вся молодежь разбрелась отдыхать. Аня лежала в спальном мешке и долго слушала разговоры взрослых у камина. А когда Молох рассказал, что сейчас происходило на той самой вечеринке, девушка тихонько заплакала. Игра в шашки там продолжилась, только ставки теперь возросли многократно. Если раньше проигравшие отрезали себе конечности, то сейчас предлагают свою жизнь. Начались и другие кошмарные игры. Правила одной из них сильно напугали подростка. Участники вешались прямо на крыльце дома, засекалось время. Кто последний умер, тот и победил. Аня плакала, глядя на бревенчатую стену в надежде, что Сергей не пойдет на такое. Так и закончился второй день до столкновения Анубиса с землей. А на следующий, последний для этого мира, девушка попросила Молоха отвезти ее домой. Тот согласился, строго приказав своему отцу присматривать за дочерьми. Каждый вышел попрощаться с ней. Обнимали, говорили приятные слова, никто и не думал даже прослезиться, смело принимая неизбежное. Плакала только Аня потом, когда уже ехала на переднем сидении джипа, бросая тяжелые взгляды на проплывающие, пустые, разрушенные дома по обеим сторонам улицы. И не хотелось смотреть на комету. Сегодня Анубис хорошо просматривался в чистом небе. Но даже он не мог нарушить бесконечную печаль подростка, что медленно разрывало его детское сердце на мелкие куски. Аня просто хотела домой. Проехали центр города, проскочили место, где она встретила брата на спорткаре, медленно проползли между разбитыми машинами сгоревшего полицейского участка. Люди встречались им по дороге. Редкие прохожие на безжизненных улицах умерщленного города. Одни в страхе убегали при виде джипа, а кто-то даже не обращал на них внимания, шагая с пустыми взглядами, словно прочь от себя самого. Когда медленно проезжали городскую церковь, Аня бросила печальный взгляд на нее. За невысоким каменным забором было много людей. В воротах храма Настяш открыты, внутри нет свободного места, вся территория забита прихожанами. Непрерывно звучали колокола, будто зазывая людей на последнюю службу, единственную возможность поговорить с Богом перед концом света. Средь толпы бродило много священников в рясах, размахивая дымящимися кадилами, громко напевая всякие тексты. Многие плакали, стояли на коленях с закрытыми глазами, непрерывно молились. Это было страшное и одновременно печальное зрелище. Аня еще сильнее заплакала, а потом вдруг словно ее обожгло раскаленной сталью. Среди прихожан она заметила маму. Та стояла прямо у ворот на территории храма с поникшей головой и, сложив руки, что-то бормотала себе под нос. Аня тут же громко попросила Молоха остановить машину. Тот сразу же ударил по тормозам и в недоумении посмотрел на подростка. «Это мама, там мама моя». «Ты уверена?» спросил Молох. «Да, это точно она, спасибо. Дальше я сама», – проговорила девушка, выскакивая из джипа. Хлопнув дверью, она сразу помчалась в сторону храма, ничего не сказав на прощание. Угрюмый Молох провожал ее взглядом, а когда подросток подбежал к какой-то женщине и обнял ее, понимающе кивнул головой. Аня уже не видела, как джип скрылся за поворотом. Она стояла с закрытыми глазами, крепко обнимая свою маму. Но взаимности от нее так и не дождалась. Женщина продолжала неустанно молиться, никак не реагируя на свою дочь. Та посмотрела на нее и поняла сразу с матерью что-то не так. Она просила, умоляла ее открыть глаза, сказать хоть что-нибудь. Однако в ответ слышался только шепот молитвы. Слезы лились ручьем в груди, закипала кровь, а сердце будто разрывалось на куски. Аня шагнула назад и долго смотрела на сумасшедшую мать. А потом ушла прочь, глядя мокрыми глазами перед собой. До самого дома девушка шла в полном одиночестве. Даже не заметила, как уже много времени сидит у своего подъезда на лавочке, продолжая смотреть перед собой и никак не обращая внимания на музыку, что доносилось с восьмого этажа соседской квартиры. Ощущение реальности вернулось потом, когда что-то стеклянное упало неподалеку, разлетевшись на мелкие куски. Аня бросила пустой взгляд на эту разбитую бутылку, посмотрела на соседский балкон и, ухмыльнувшись, медленно побрела в подъезд. Нет, она не стала навещать соседа. Поднялась по ступенькам и зашла к себе домой. Там не было никого. Закрыла входную дверь, остановилась, посмотрела на пустую кухню. В эти мгновения в ее голове слышались голоса родных, будто на перемотке проскакивала последняя ссора, когда все они еще были вместе. Ее взгляды падали на пустые стулья, а воображение четко рисовало сидящих у стола маму, отца, брата с женой. Еще немного постояв, Аня побрела к себе в комнату и рухнула на кровать. Так и пролежала, не шевеляясь, глядя на пожелтевшие обои, пока не провалилась в сон. Это был последний день до столкновения Анубиса с землей. Всю ночь с девушкой снились кошмары. Хаос на улице, посреди обезумевшей толпы мама с закрытыми глазами, возле ее ног лежал пьяный отец. А брат висел в петле на дорожном указателе неподалеку. Елена тоже там была. В белоснежном свадебном платье, улыбаясь, она танцевала где-то вдали. Когда все вдруг обратили на Аню внимание и громко, все равно что эхом засмеялись, девушка вынырнула из кошмарного сна. За окном было еще темно. Посмотрев на часы в своем телефоне, что все это время валялся возле подушки и разрядился лишь только наполовину, девушка ухмыльнулась. До гибели мира оставалось целых семь часов. Она словила себя на мысли, что этого времени достаточно, чтобы по-настоящему насладиться с жизнью. Своей, той самой, вечно одинокой, в компании самой себя, без людей вокруг. Аня улыбнулась и начала жить. Первым делом она умылась, привела себя в порядок, а потом приготовила вкуснейший завтрак. Да, пусть все это делать было неудобно, приходилось мыться прямо из ведра, воду нагревать на старой газовой туристической горелке отца, а продукты питания искать в холодильнике, что не успели испортиться. Но в эти моменты Аня по-настоящему жила. Провожала каждую минуту с улыбкой, наслаждаясь безмолвием своим одиночеством. Ей нисколько не мешало веселье за стеной, безумие на улицах. Весь ненужный мир людей для подростка был где-то не здесь. А потом она сделала себе большую кружку кофе с молоком, взяла свой мобильный телефон и поднялась на крышу своего дома. Туда, где уже давным-давно нашла саму себя. Украдкой посмотрев на город, Аня по обыкновению села, скрестив ноги, и начала читать книгу своего любимого писателя. Это была какая-то сказка, вымышленная история, основанная на мифологиях разнообразных народов древности, о героях, настоящей любви, дружбе, мужестве и чести, обо всем, чего никогда не было в реальном мире. За все это время Аня даже не взглянула на Анобис. Причина скорой гибели человечества, как и самый реальный мир, ее больше не интересовали. Она не обращала внимания и на небо, что уже изменило цвет на кроваво-красный, продолжала читать, даже когда начала трясти дом и слышался грохот. Так и просидела за чтением до самого вечера. Нет, Анобис не столкнулся с землей. Все не закончилось тогда в полдень. Людям повезло. Они долго гадали, почему комета пролетела мимо на таком опасно близком расстоянии, оставив после себя лишь несколько землетрясений, пусть и достаточно разрушительных. Выдвигали разные теории, порождали многочисленные слухи, но только уже не знали, как в разрушенном мире жить дальше, глядя друг другу в глаза. Субтитры создавал DimaTorzok